С территории проведения специальной военной операции вернулась очередная делегация из Карачаева-Черкесии. В этот раз с бойцами из нашей республики в местах их дислокации встретились главы Ногайского, Усть-Джигутинского и Малокарачаевского районов. Они передали тёплые приветы из республики и поздравили ребят с наступающим Днём Победы. Ахмат Халкечев продолжит. Это не первая поездка глав районов в зону специальной военной операции. С подобными визитами наших ребят, дабы подбодрить их боевой дух, посетили руководители и других муниципалитетов. И в этот раз собрали груз со всем необходимым. Спецсредства, медикаменты, тёплые вещи, хозяйственно-технический инвентарь и, конечно же, продукты питания. Чтобы наши бойцы на передовой могли вспомнить и почувствовать вкус родного отчага, в продуктовом наборе есть мясо сушёное, копчёное, колбаса домашнее и многое другое. Груз был сформирован по запросам самих военнослужащих. Весь мир говорит, не только Россия, что сегодня происходит очень серьёзный передел мира на территории специальной военной операции. В том числе там принимают участие ребята из Карачаева-Черкесии, которые отважно, героически исполняют свой долг. Нашим бойцам вместе с делегацией от Единого штаба Карачаева-Черкесии также были переданы три манёвренных автомобиля, два внедорожника, один из которых бронированный и семиместный фургон. Хотим выразить свою благодарность, сказать слова благодарности Рашиду Бориспиевичу, главе республики, также тем, кто нам приезжал сюда и передал эти автомобили, это главы районов. Спасибо вам за вашу поддержку. Очень приятно это всё. И это всё нам оказывает неоценимую поддержку и помощь. Это ваш личный вклад в нашу победу. Как отмечают главы муниципалитетов Мурат Хапиштов, Рамазан Байрамуков и Мурат Лайпанов, самое важное для них это то, что они прочувствовали сильный боевой дух наших военнослужащих и абсолютную убеждённость каждого бойца, что победа неизбежна будет за Россией. Особо здесь ребята ни в чём не нуждаются. И поэтому наша главная задача просто им в глаза посмотреть, их не боевой дух, ощутить на себя. Вот это на самом высоком уровне. И самое главное, огромный салам из карачаевских кейсей. Встреча глав муниципалитетов на передовой с командованием и личным составом с первых же минут перешла в формат открытого и доверительного диалога. По возвращении домой члены делегации проведут адресные встречи с семьями наших военнослужащих с целью оперативного решения вопросов, о которых им лично поведали бойцы. Ахмат Халкевичев, Олег Малкожев, Вести Карачаева, Черкесия.